Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живем с мышиной 5 лет, свадьбу не хотел, полгода назад узнала, что мне изменяет. Поначалу стал позднее домой приходить или после работы мыться собираться с друзьями гулять. Потом увидела сообщение, у меня критических дней так и нет. Выгнала его из дома и через месяц узнала, что она еще и заразила его СПП, соответственно меня тоже. Лечила два месяца, он после этого сказал, что ошибся без меня не может и я простил. Через месяц все началось снова, и он собрал вещи и переехал к ней. У нее еще и ребенок. Через несколько недель снова пришел с повинной, но ненадолго. Она стала писать ему, что если залетит, то он обязательно будет ей помогать. Он снова ушел, сказал, что не к ней, а просто подумать. Сейчас нигде не знаю, где он, разорвало с ним все контакты, знаю, что звонит, пытается. Живу в нашей общей квартире, иногда приходит и делает вид, как будто ничего не произошло. То деньги пытается дать, то еще какую помощь предлагает. На днях коллега по работе увидела его в гипермаркете с девушкой, это в день нашей пятилетней годовщины. Мне стало очень больно и обидно, наговорил ему миллион гадостей. Уже полгода нахожусь в стрессе, почти в депрессии, никуда не хочу. На работе смеюсь, дома плачу. Все, что было задумано, не получается. Как мне пережить этот момент? Почему он так себя ведет? Чего он хочет? Как поступать мне? Виктория задает данный вопрос. Здесь в первую очередь хочется сказать, что у вас действительно стрессовое состояние, у вас действительно высокий эмоциональный фон сейчас, как мне видится. И, в общем-то, ваша задача пересчитать это, прожить. Прожить лучше всего с психологом, проживать свои чувства требуется постепенно, последовательно. Вот. Проплакать, проболеть. То, что вы в общем и целом описываете. Потому что, на самом деле, это довольно болезненная для вас история. То, что вы описываете, это больно, это тяжело. Измена, это всегда травма, и, соответственно, ее нужно, так или иначе, прожить, проживать. Так или иначе. Самостоятельно вы с этой ситуацией, скорее всего, справиться не сможете. Именно самостоятельно. Вот, потому что, ну, если бы вы могли справиться с этой ситуацией, то вы бы с ней уже бы, конечно, справились. Вот. Совершенно очевидно, что одна вы, ну, одна вы не справляетесь. Совершенно очевидно, в этом, ну, в этом смысле, в этой ситуации, совершенно очевидно, что одна вы не можете справиться с этим. Вот. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Очень важно понять, какие у вас отношения. Очень важно понять, как вы вели себя, вы вели и ведете себя в отношениях с мужчиной. Потому что, скорее всего, человек уходит к той женщине, которая дает ему то, чего он хочет. Дает ему почувствовать себя, так, как он хочет. Это то, чего не даете ему вы. Не потому, что вы плохая. Не потому, что вы делаете что-то не так. А потому, что вы, попросту, может быть, выстраиваете отношения довольно-таки деструктивные, довольно-таки разрушающие для вас и для вашего молодого человека, для вашего мужчины. То есть, совершенно определенное, что вот, ну, как бы, есть какой-то кризис в отношениях. Вот, вы с этим кризисом ничего не делаете. Просто, как бы, думайте, что вот, все разрешится. Вот, как бы, все встанет на круги своя, и мужчина к вам просто вернется. Вот, то есть, нужно после того, как вы проживаете боль, да, после того, как вы проживаете свои чувства, вот, проанализировать ваши отношения с мужчиной, и, наверное, все-таки как-то вам подкорректировать и свое отношение к себе, и отношение к мужчине тоже. Потому что есть такое ощущение, что вы, как-то, вот, в своей жизни вообще не живете. Есть ощущение, что вам, как бы, ну, вот, для себя, да, вообще ничего не нужно. Есть ощущение, что вся ваша жизнь это мужчина, и вы только фиксируетесь на нем. Вот, то есть, не совсем понятно, например, для чего вы работаете, не совсем понятно, для чего вы живете, вот, не совсем понятно, какая у вас, собственно, цель, и что общего с мужчиной. Вот, потому что, ну, довольно показательным, на мой взгляд, моментом является то, что увидев такое сообщение, вы просто сразу взяли и выгнали его из дома. То есть вы не стали разбираться, вы не стали разговаривать, вы не стали как-то что-то выяснять, вы просто взяли и выгнали его. Вот, здесь, ну, если вы можете человека выгнать, да, то здесь всё-таки, наверное, речь идёт о том, что как-то вот как личность, да, вы своего мужчину и, возможно, себя не воспринимаете. А это большая, довольно-таки, проблема. Дальше я бы хотел обратить внимание на некоторые противоречия, которые есть в вашем тексте и, ну, которые, мне кажется, довольно важно вам донести. Итак, живём с мужчиной пять лет, свадьбу не хотел. Вот, как бы, вы соглашаетесь жить с человеком пять лет без свадьбы, по сути, в гражданском браке. Почему? Насколько это ваше свободное решение? Насколько вам это приемлемо? Насколько вы это хотите? Вот. Ради чего? Ради большой любви к мужчине? Ради желания делать его счастливым? Таким образом. Ради чего? Это важный момент, на который вам нужно обратить своё внимание. Да? Потому что это очень важный элемент вашей жизни. Он не хотел свадьбу. Почему? Дальше. Значит, вот вы пишете, да, что выгнала его с дома, через месяц и знала, значит, что она его заражила. Она его заражила за ЭПП, откуда узнали. Лечилась два месяца, да, то есть, как бы, ну, серьёзный достаточно момент. И вот он сказал, что ошибся, что без меня не может, я простила. Как вы это сделали? Как вы простили человека? То есть, ну, как это произошло? То есть, вот, он пришёл, сказал, что без вас не может и всё? Вы сразу всё забыли? Или как? Обсуждали ли вы, говорили? Меняли ли вы что-то? Понимаете? То есть, ну, как это вот вы простили его? Как это? Не в смысле, как вы могли простить, а в смысле, как это у вас происходит. Через месяц всё началось снова. Он собрал вещи, приехал к ней. Ну, естественно, всё начнётся снова, если ничего не менять. Как бы, в, ну, вот, во взаимодействии между вами и мужчиной, конечно же, ну, всё начнётся снова. Если вы, если вы, как бы, ну, ведёте себя так же, или, может быть, ещё вот, ну, ещё таким образом, да, что, там, на чувство вины, например, человеку, ну, человеку давить, вот. То есть, естественно, ну, и делать, конечно. Потому что уходят не от ситуации, уходят от отношений. Дальше, значит, так, через несколько недель снова пришёл с повинной, но ненадолго. А вы его приняли, получается, опять. Что вы сделали-то для этого? Из какого чувства вы его приняли? Он стал ему писать, значит, он ушёл, сказал, не к ней, просто подумать. Сейчас не знаю, где он, разорвался с ним контакт, знаю, что звонит, пытается, ну, как вы к этому относитесь? Вот, иногда приходит делать вид, как будто ничего не произошло, деньги пытается дать, то ещё какую помощь предлагать. А вы и сами чего ожидаете? На меня коллега по работе увидел его в гипермаркете, в этот день, наше пятилетние годы в синеме стало обидно и больно. Вот вопрос. А чего вы ожидали, как бы, игнорировать его? Знаете, ощущение, что такое? Что вы все время ждёте чего-то от человека. Вот по моим ощущениям, да, вы все время чего-то от человека ждёте. То есть, вот как будто вы ждёте, вот, что он что-то сделает, да? То есть, у вас есть какие-то ожидания, сами вы его игнорируете, но вот с другой женщиной, как бы, вот, гулять ему не нужно, да? То есть, вы на контакт, как бы, с ним не выходите, но вот с другой женщиной гулять ему нельзя. Вот. Знаете, какая штука? То есть, вы как будто бы здесь со своей позиции не определились, как будто бы здесь вы не можете со своей позиции определиться, чего я хочу, как я хочу, да? Ну, вот. А дальше. Наговорил ему миллион гадостей. И что? Дальше. Уже полгода нахожу стресс и почти в депрессии, никуда не хочу, нет, на работе смеюсь, дома плачу, всё, что было зарублено, не получается. Здесь, ну, помимо того, что я уже сказал, здесь не умение жить, Виктория. То есть, вы как будто бы не живёте. Как бы я пережить этот момент сказал, почему он так себя ведёт? Мы психологи не гадаем, чего он хочет, тем более не гадаем, это неэтично. Как поступать мне, что бы что? Я бы для начала пошёл на психотерапию, разобрался бы в себе, ну, вот, научился бы, прожил бы всю боль, да, и научился бы как-то вот жить, в первую очередь, наверное, для себя, определился бы с личными границами, со своими ценностями, ориентирами, с чувствами, вот, и научился бы в том числе выстраивать какую-то вот конструктивную коммуникацию, чего сейчас, на мой взгляд, вы явно не делаете. Вам, конечно, много сочувствия, но в данном случае, вот, ситуация такова, как я её описал, ситуация такая, как я её описал, и, соответственно, если вы хотели, вот, профессионального мнения, да, то оно вот такое. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.